Здравствуйте, братья и сестры. В прошлую неделю мы имели возможность критиковать обычай, называть Пятницу несвойственными именами. Пятница-развратница, Пятница-черный, распродажный и так далее. Напоминали о том, что Пятница – это святой день. И в комментариях к этим словам, произнесенным, пришла информация, такая, ответ, реплика из Кемерово, что вот у нас настоящая Черная Пятница, у нас траур по погибшим шахтерам. Более полусотни человек спустились под землю и не поднялись. Это значит, пока вся эта современная молодежь хочет зарабатывать в ТикТоке, там и Ютубе, или там еще чем-нибудь, там такое, значит, на сцене плясать. Надо понимать, что дома обогреты трудом людей, которые спускаются под землю. И есть множество профессий, которые сопряжены с риском, и на этих профессиях нет ажиотажа, как бы, значит, по пожелающим поучаствовать. Но эти люди платят иногда тяжелым трудом и потом, и мозолями, иногда, собственно, и жизнью за тепло в наших домах. И сегодня мы присоединяемся к скорби о погибших шахтерах. Это вообще профессия такая, такая кровавая профессия, с самого возникновения своего. Но не только по причине страха спуститься под землю, по причине халатности человеческой, по причине бездарного отношения к технике безопасности. На это никогда не тратились особо сильно. Никогда очень сильно не следили за этим. Там готовы ли там противогазы, там нормально ли там какие-нибудь там кислородные маски, там, не знаю, там аптечки, там они как укомплектованы, есть ли реанимационная служба там на шахте. Там никогда, вообще везде это все. Это все по остаточному признаку. И, может быть, этой кровью, этой смертью, может быть, спасутся от смерти другие, которые будут спасены, вот это прошерстят службу и начнут заниматься спасением людей и обеспечением их безопасности. Может быть, эти смерти в этом смысле еще дополнительно послужат к сохранению жизни. Хотя это невозможно объяснить ни вдовам, ни детям людей, потерявших кормильца отца и мужа. Но там интересные еще вещи возникают такие. Например, вот мэр города, в котором пришла трагедия, был застукан, как бы, значит, на корпоративе, он праздновал свое назначение. То есть ему, как бы, вообще было, как бы, дал лампочки. Погибли, не погибли, 15, 40, 50, 150. Какая разница, как бы, столы заказаны, все налито, как бы. Там, значит, баянист играет, девки пляшут, как бы, значит, друзья собрались и хотят кушать. И он там пошел, как бы, это все надо было по-другому как-то вести себя, конечно, но мы плохо реагируем на эти вещи. Он не самый плохой человек наверняка в мире. И так и не вступил в должность, потому что, ну, свинство такое должно быть, как бы, отреагировано и наказано. А там еще есть интересные вещи. Наши новости современные, это новости плотоядные. Это новости кровавые и плотоядные. Там обрушилась, там упала, значит, там летели, не взлетели, разбились, там, значит, сажались, разбились, там стреляли, там резали, там вешали, вот, там недоедают, там умирают. Как бы, значит, у нас вообще какие-то каннибальские новости. И заточен глаз, как бы, в формирующей новости, подборку новостей, именно на каннибальские штуки, значит. В этом есть хитрая психологическая вещь. Это вообще, на самом деле, действительно каннибальская вещь. Поэтому отношение к новостям должно быть избирательным и внимательным. Если хотите, превратите новости в молитву. Если вы видите, что хорошее, вам показали, что хорошее, там, волонтеров, там, каких-нибудь, там, жертвующих собой врачей, там, не знаю, кого хотите, каких-нибудь, там, героев войны, там, или, там, кого-то еще, ну, скажите, слава тебе, Господи, слава тебе. Прямо скажите, прямо перед телевизором, прямо перекреститесь. Если вам говорят про погибших, ну, помолитесь. Ну, превратите это в молитву. У нас сейчас такое, значит, существует, такой скобческий обряд, такой, значит, минуты молчания, которая никому ни о чем не говорит. И длится, конечно, до гораздо менее минуты, потому что человеку трудно молчать более минуты. Люди вообще молчать не умеют. Для них молчать – это все равно умереть. Минута молчания. Что такое минута молчания? Впервые португальский парламент обвил минуту молчания в память о умершем министре иностранных дел Бразилии. Потом, после Первой мировой, уже немалящаяся Европа предложила чтить минуты молчания память погибших воинов с французской, немецкой, английской, с разных сторон воевавших. И у нас это в 60-х годах появилось. Метроном стукает, огонь показывают, значит, и мы молчим. Что молчим? Дайте помолимся. Молитесь каждый, как может. Кто верит в Бога, как хочешь, верь, ну, молись. Молись Богу об усопших людях. Вот, ну, там, может быть, попадется какой-то там с самых разных вер людей, как бы, ну, пусть молятся. Не нужно молчать. Говорит, давайте почти минутой молчания. Давайте помолчим, но в душе помолимся. Пусть минутой молчания будет минутой молитвы. Да, почему нет? Ну, за исключением только атеистов и сатанистов, как бы, значит, все остальные будут молиться. Это хоть какая-то польза будет. А так что молчать-то? Молчать мы, во-первых, не умеем. Во-вторых, это все куца, все как-то так. Да и безжизненно, в принципе. И бессмысленно, если честно. Какая-то замена молитвы. Как ЗАГ заменяет венчание, так и здесь какое-то молчание, какое-то заменяет настоящую молитву о упокоении погибших людей. По чьей-то причине погибших. В общем, народосбережение у нас все еще остается на бумаге. То на дорогах, то в шахте, то от контрафактного алкоголя, то от абортов, то от чего-то, беды. Ну, в общем, пока что так. Но будущее в руках Божьих, имейте веру в Божию, и все еще возможно изменять к лучшему. Усопшим Царство Небесное, а живым ума. Аминь. До свидания.